Вега-Сквадрон 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 И там, конечно, толпами можно разваливать всех и каждого. Ну, к этому надо еще прийти. До этого дожить надо команде Vega Squadron. В принципе, комбинация Burden United уже с 6-го левела становится очень даже опасной. У Vega Squadron после 6-го левела что интересного вообще появляется? Ну, во-первых, появляется Primal Roar от Beastmaster. Disruptor со своим статик-штормом уже неприятен. Ну, Hand of God, конечно же, от Чена. Но такого супер-дэмэджа, конечно, Vega Squadron после 6-го левела наносить не будет. А вот SF плюс Гирокоптер плюс, наверное, Brumaster это уже неприятно. После первого ульта уже, в принципе, файт команда Burden United должна забирать. Шторм Спирит. Вот немного поинтереснее комбат теперь становится у команды Vega Squadron. Попробуй, в принципе, всех в кучу собери. Шторму фиолетово абсолютно. То есть попасть под кулдаун, в принципе, Шторм не должен, если, конечно, там не Сайленс или не Стан. Но где вы в составе команды Burden United видите Стан, я, например, не вижу. Это либо ракета Гирокоптера, которая и выйдется просто на ура Шторм Спиритом, либо это камень от Brumaster, который тоже, в принципе, ну, скилл не скилл. Со стороны команды Vega Squadron, если все, в принципе, ровненько будет по фарму, по экспириенсу, по золоту проблем быть не должно. То есть потенциальных проблем я не вижу для этой команды. Вот у команды Burden United вопрос немножко посложнее. Они действительно будут зависимы от перефарма, если таковой вообще случится. Так, у нас небольшая пауза, небольшая задержка. Сейчас узнаем, в чем дело. Ну, в принципе, кто-то отвалился. Ладно, давайте мотнем и посмотрим. Все. Отменяется. У нас пауза. Давайте сразу по героям разберемся. Со стороны команды Burden United. Майнат забирает себе Дазла. Синг-Синг будет играть на Гирокоптере. Пэрис берет себе Brumaster. Некроман берет себе Shadow Finda. И Come With Me будет играть на Shadow Demone. От команды Vega Squadron. Дезераптор — это Сема Заслеер. Соло будет играть на Ченни. Ноуан забирает себе Шторм Спирита. Вега. Мак будет играть на Бестмастере. Кстати, куда Мак отправится? Вполне может, я думаю... Да, скорее всего, в сложную отправится Мак на Бестмастере. Но уже здесь с ним тусит и Чен, и Шторм Спирит. Им-то, в принципе, отсюда уходить. Ну и Паша забирает себе Ember Спирита. В принципе, в принципе, в принципе. Тут у команды Vega вариантов много. Касательно того, куда, зачем и кого расставить. Поэтому можно будет под команду Берден Юнайтед подстроиться. Со стороны команды Берден Юнайтед, в общем-то, все более прямолинейно. Shadow Finn, скорее всего, в Мидлейн. Легкая линия или просто трипла Гирокоптер Даззл и Шадоу Демон. Ну и Брюмастер Соло. Иначе тут, в принципе, можно поставить. Но сработает это или не сработает, думаю, скорее не сработает, чем сработает. Вегас Фадрон тут и Мидлейн может быть Бестмастер, и Мидлейн может быть Шторм Спирит. То есть и один, и второй герой отлично стоит. И Ember Спирит на Мидлейне тоже хорошо себя чувствует. Ну и Ember отправляют в итоге у нас в легкую линию. Пока что он в Соло. Кто-то должен его просаппортить. Кто это будет делать, пока не ясно. Так, Паша. Пока в Соло, но здесь Маг также в Соло у нас. С двумя кабанами на Бестмастере. Маг, в общем-то, больше имеет шансов стоять одному. Сёма Зеслеер пошел во вражеский лес. Синг Синга будет видеть. Кстати, через Рокет Бараш Сему Зеслеера можно и развалить. Качай Глимс и отправляй назад его. Нет, Синг, в принципе, на фул. ХП, конечно же, не сливает здесь Сему Зеслеера. Но только сейчас Рокет Бараш от КД шился, от Гирокоптера. Ну, сюда бы подойти можно было и агрести. Ну что, неужели у нас Трипла внизу? Ещё и такая сомнительная Трипла. Нет, отправляется на топ-лейн у нас Маг. Мага всё-таки поставят в Соло. А здесь будет работать Дабла из Дезраптора и Паши на Эмбер Спирите. Против него стоит в Соло пока что Синг Синг. Триплу команда Бёрден Юнайтед отправила в сложную линию. Ну и уже перемещается сюда Майнац. Понятное дело, что Гирокоптер сам здесь не постоит. Ну, пытаются переиграть игроки Вега-Сквадрон касательно расстановки по лайнам своих оппонентов. Что-то где-то делают, но пока не очень хорошо получается. Ну что ж, здесь штормовая гарпия от Соло. Эта штормовая гарпия от Соло очень сильно накаляет, во-первых, Пэриса. Come with me. Тоже здесь отхиливается. Фактически без ХП ушёл у нас под собственный Тавер. Ну и что? И начинает настреливать Синг Синг. Опять Рукет Бараш от него. Паша через Флэйм Гуард у нас идёт. Сёма за Слэйр тоже у нас отъелся. В общем-то, ХП пополнил. Ну и Шторм Спирит против Шадоу Финда. Да, Некроман уже имеет 5 на 2. Шторм Спирит имеет 10 на 1. Команда Вега на Мидлейне чувствует себя намного увереннее. Ну ещё бы. У Ноуана, в общем-то, ситуация по фарму попроще. Это благодаря Оверлоуду, благодаря Ремнанту. Тут, в принципе, фарм и одиночный какой-то точечный вкрепа. И массовый за счёт Оверлоуда от Шторм Спирита. Всё это помогает чувствовать себя великолепно на линии. Понятно, что СФ проседает по мане больше. То есть проседает-то он так же. Койлы стоят 75. Здесь Ремнант 80 стоит. Но, посмотрите, количество маны СФа 377. А здесь 500 у Шторм Спирита. И только будет прибавляться количество монопоинтов. А дэмэджа примерно столько на данных левелах так точно. Ну, контролить, конечно же, Шторм Спириту легче. Бёрден Юнайтед. По линиям. Всё-таки оставили в соло здесь Пэриса. Один Брюмастер на топ-лейне. И стоит он в соло против... Теперь против Эмбер Спирита. Что такое? Куда маг отправился? Маг отправился опять вниз. Команда Вега Сквадрон избегает всячески отсутствия фарма для Эмбер Спирита. И избегает какие-то легкие линии для Бестмастера. То есть в соло один на один здесь стоять против Брюмастера нет. Маг не для этого создан. Маг создан терпеть. Терпеть на линии против триплы. Где трипла, там маг. Ну и всё. И тогда Эмбер Спириту появляется хотя бы какое-то пространство для фарма. Ну, команда Вега Сквадрон, мне кажется, в верном направлении мыслит. Потому что надо во что бы то ни стало дать выформиться Эмбер Спириту. Бестмастер полезен сам по себе. Но тут левел решит сам за Бестмастера. Некрана собирать к середине игры, в принципе, для Беста не проблема. Ты в любой из моментов на Эншентов уходишь, уходишь в лес. Зарабатываешь себе на Некрономикон. И хочешь еще потусусь в лесу, насобирая себе на даггер. Вот. А Эмбер Спирит такой вот роскоши себе позволить никоим образом не может. Поэтому, конечно, Вега Сквадрон Паши пытается создать максимально комфортную ситуацию. Файтов, заметьте, нет. 4 минуты 12 секунд. В ноль у нас графики по золоту, 100 по экспириенсу. Немножко впереди Вега, но графики движутся в сторону команды Бёрден Юнайтед. Поэтому вроде бы все это относительно. Ну и файтов не было. Ну что, первый выход от Камбезми на Мидлейн. Дизрапшн пошел от него. Ноуан на лоу ХП. Койл есть у Некромана, есть ближний Койл. А вот дальнего нет. Ближним здесь не зацепить. Кстати, ноуан мог бы отпиться еще и Некромана здесь приговорить. Шестой левел получает у нас ноуан. Ну и врыв пошел Некромана. Оверлоад есть по нему. Будут пытаться подхилить Некромана. Еще один удар и ФБ для команды Вега Сквадрон. Шторм Спирит тут запотел вообще очень серьезно. Да, он отъехал. Да, он подарил немножко экспириенции и денег своим оппонентам вот саппортом. Но это же не критично. Хотя тут умер Мак. Это вполне может даже критично быть. По итогу этого файта счет становится 2-1. Команда Бёрден Юнайтед выходит вперед по фрагам. Но не стоит забывать, что команда Бёрден Юнайтед сначала потеряла своего мидера. А потом саппорты уже заковыряли мидера команды Вега Сквадрон. То есть в плюсе на медлине в любом случае и Вега. У ноуана уже есть тапок. Уже есть No Talisman Rock of the Magic. Есть Боттл. В принципе не так много ноуану остается до появления. ПТ 6 есть. Даже 7 будет сейчас. У СФа 6 только-только. Пэриса загнали в кусты. Не видят. Но теперь-то Пэриса нашли. Клэпа Турсы где это все? Закрывают его в... Закрывают его в Кенетик Филд. Ну и дают Соло со своими зверушками. Развалили. Чен на лоу ХП. Чена тут очень сильно напрягает Камву Изми. Глимсуют назад у нас Камву Изми. Камву Изми скорее всего в таверну. Потому что у Паши есть Лейнгвард. Майнас бросает у нас... Бросает у нас Грейв на Камв Изми. Камв Изми в таверну. И туда же отправляется Даззл. 3 в 0 дерется команда Вега Сквадрон на топ-лейне. Прям великолепно. Великолепная драка для команды Вега Сквадрон. Российский коллектив здесь поднимается. На 930 по голде. 830 по экспириенсу. На 7-й минуте с таким застоем по файтам. Это безусловный плюс. Соло 28 на 0. Соло скоро будет 6-й левел. Сема... Так, Пашу, Пашу ловит у нас Пэрис. Флэнгвард пошел от Паши. Кинодик Филд и Пэриса засловили. И никуда Паша не собирается отсюда. Сейчас будет привязка. Ну что, через Ремнант развалили у нас Брюмастера. Просто сорвиголова. Этот Эмбер Спирит почти 7-й левел для мейнкерри команды Вега. И у Эмбера постепенно появляются артефакты. Появляется дэмэдж. Фист в 1, разумеется. Чейнс в 1. И Флэнгвард, скорее всего, здесь будет макситься. Потому что долбит этот Флэнгвард просто как чокнутый. Тут надо было бы немножко позаботиться о благосостоянии Эмбер Спирита. Команде Вега Сквадрон. Потому что если он умрет, то деньги появляться будут медленнее. Есть уже в Рейсбэнг. Готовится Аквил. То есть Аквила сейчас прилетит. А Эмбер сам полетит за Аквилой. Да, Паша сам забирает Аквилу. И сейчас на Ремнант очень быстренько прилетит. Давайте это супер скоростное перемещение запечатлением. Все, увидели. Паша. Уже 46, 47 даже на 19. 50 на 4 у нас Некроман на СФ. Дальше идет Синг-Синг 46 на 19. И Ноуан на Шторм Спирите. Понятно что-то по фарму? Ни хрена не понятно. Давайте Нэтворс смотреть. А вот по Нэтворсу Ноуан. На первом месте у него 2 кила, 1 смерть. На втором у нас Синг-Синг. Эмбер Спирит на третьем 3 500. И дальше уже идет Некроман. Хотя опять же по крипам 52 на 4 Некроман у нас впереди. Но этого нет по сути. Дизрапшн ловит у нас Ноуан. Улетает из кулдауна то, о чем я говорил. В кулдаун может попасть только тупой Шторм Спирит или спящий Шторм Спирит. Кулдаун, конечно, вещь крутая и дамажищая. Но чтобы в Шторму туда попадать, на это, извините, надо полностью быть в бессознательном состоянии. Но, 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 но главный плюс. Кулдауна, что он провоцирует Шторман на ранних левелах тратить монопойнты. То есть, вы видели, вот здесь был кулдаун. И вот сюда переместился Шторм Спирит. И он фактически остался без маны. А дальше Рокет Бараш тебе по голове. Флэк Кэнон. ССФ может по, в принципе, статичному Шторму попасть своей ерундой всей. Я говорю, конечно, о Шадоу Рейс. Ну, вот вам и результат. Плюс для команды Бёрден Юнайтед. Они проигрывали тысячу с копейками по золоту. Теперь сократили свое отставание до 700 по голде. И по экспириенсу с полутора тысяч до двухсот просто. Вега Складрон. Выходят на топ лейн. Начинают пушить Т1. Подходить пока что некому. Камбо измей здесь Майнат здесь. Но не им решать, упадет Тауэр или будет Тауэр жить. В принципе, здесь Паша, здесь Соло, здесь Сёма Зе Слеер. Здесь три зверя из леса. И Дизраптор, у которого никаких суммонов не было. У которого дэмэдж с руки 61. Вот на фоне того же Эмбер Спирита сотней. На фоне Соло со всеми своими зверушками. Дизраптор забирает Тауэр. Ирония судьбы. Паша не перемещается. У нас стоп лейна. Ему тут, в общем-то, комфортно. Майнатс через Чейны останавливается на месте. И Паша вместе с Сёма Зе Слеером будут пушить Т2. Нет, не будут. Нет. Ноуан на Шторм Спирити. Уже есть ПТ. Уже есть Сул Ринг. Я думаю, что Ноуан, скорее всего, готовится выйти в Бладстоун. Что же там тогда СФ себя насобирал? У СФа 940 на руках. Ринг оф Аквила. Пауэр Трэдс. Боттл для Некромана. Всё это имеется. Так, глимсует назад у нас Синг Синга. Сразу же в статик Шторм. Мак наорал на него. По 100 немножко. Синг Синг здесь остаётся. Некроман разультирился. Паша Фиолетова через своим гвард. Это не сильно перебивает. Ну и что? Выживает. В итоге Паша. Минус 2 делает команда Вегас Квадрон. И дальше погоня за Каму Изми. Каму Изми поймает ли Вортекс? Нет, Вортекс у нас не ловит. Вортекс был потрачен на СФа. В итоге двоих забрали и потеряли ещё и Дизраптора у нас. Дизраптора потеряли благодаря Пэресу. Его стараниям после Праймал Сплита от Брюмастера развалили Дизраптора. 4-9 становится счёт. Полторы тысячи золота Вегас Квадрон по Экспе. А ещё и забрали у нас Брюмастера. Да. Не стоило явно туда лезть. Короче говоря, полторы тысячи по золоту Вегас Квадрон. По Эксперенцу 2-300. Тоже для российского коллектива. Колдаун от Синг-Синга. Сам Синг-Синг здесь драться не собирается. Ему это не нужно. В соло он здесь 100% сольётся. Привяжут, подожгут, побьют по голове. Тут даже звери соло в принципе на данном этапе запинают у нас Герокоптер. Хотя вроде бы и по фарму неплохо себя чувствует Герокоптер. Вроде бы по Нетворсу он тут вообще в порядке. А вроде и нет. Тысячу голды проигрывает Ноуану. Проигрывает 500 голды Паши. И 4-500 у Герокоптера. Общий Нетворс он только на третьей позиции. Команда Бёрден Юнайтед по мидлейну. Развалили Тауэр. Причём развалили как? Продамажили. Тут пошёл Дизраптор. Дизраптор у нас просто гроза Таворов. Сегодня Сёма убил чужой. Заданил собственный. Ну оставляйте. Здесь единственное, что здесь не успел с Тауэром разобраться. А так всё бы на своём счету имел. Что Пэрис внизу и внизу в соло. Можно бы какую-то вылазку организовать в команде Вегас Квадрон. Сёма за Слэйр. Перемещается у нас на топ лейн. Вчетвером пушит команда Бёрден Юнайтед Т1. Крипы падают достаточно быстро. Демеджа у самой команды Бёрден Юнайтед не так много. Синг-Син и Некромант в соло могут и не развалить. Итак, ну что, здесь есть Статик Шторм, здесь есть Кенетик Фил, здесь есть Глимс. Просто лови кого угодно. Ну что, ловят у нас Синга. Ноуан грызается в Синга. Не совсем точная от Сёма за Слэйр. Не совсем вообще удачная ульта от Сёма за Слэйр. В итоге, те, кто должны были дамажить магией, магией продамажили. Некромант разультился. Ещё и пару кайлов дал. Одного потеряли. Ну, Дизраптор сам поплатился за свои ошибки. Правда, забрали Синга, но это уже усилиями Шторм Спирита. Дальше за Камбу Змея. Праймл Роро от Бристмастера. Камбу Змея в таверну. Дальше погоня от Паши. И Майнаца не видит. Не видит, да и чины были. А нет, чины были не в откате. Можно было привязывать. Брюмастер в это время забрал у нас Чена. Ещё и в собственном лесу забрал. Тут подарок просто для Периса. Под ёлкой нашёл у нас Чена. И не простил. 500 голды за одного Чена и 660 экспириенсов. Всё это для Брюмастера. Вообще по графикам посмотрите, что происходит. 4000 вега-сквадрон золота, 2500 вега-сквадрон по экспириенсу. И вот, пожалуйста, как маг... Как собственная команда мага не запихивала у нас в неприятные условия. Всё равно маг деньги на некрономиком насобирал. Один тапок несчастный. Один свиток портала. Никакого отхила. Никаких банок отпиваться. Ни тебе маны. Ни хренища. Но, 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 но. Свою задачу он выполнил. Некра у него есть. Можно, в принципе, теперь нормально файтиться. Кого сейвил Чен? Сола, ну-ка. Сола Чен. Кого-то из своих зверей, так я понимаю. Сейвил? Ну, правильно. Лучше потратить хенд оф гад, чем пешком ходить и собирать их потом по лесу. Новых. Ещё и пёс знает, кого ты там найдёшь. Может, найдёшь одних големов бесполезных. Так что с ними никакой каши не сваришь. Команда Вега на мидлейн. Т2 уже у команды Бёрден Юнайтед в опасности. Глиф провязали. Так, привязка по Майнацу и по Пэрису. В Дизрапшн сразу же отправляют камбой Змеи. У Паши должен быть Римнат недалеко. Вот на него Паша и улетает. И Статик Шторм от Сёма Зе Слеера, ну, больше такой отпугивающий Статик Шторм. Поиграли скиллами и отошли. Тауэр стоит. У Тауэра чуть больше половины хп ещё имеется. Да, для команды, в принципе, на 15 минуте это не проблема развалить его. Но вы понимаете прекрасно, что здесь сопротивление есть. Команда Бёрден Юнайтед. Вега Сквадрон продолжает давить экономика 4000. Продолжает лидировать по экспириенсу, хотя своё преимущество практически утратило. Паша видит своих оппонентов. Стоят они на том берегу. Прям Александр Малинин запел здесь. Паша юзает в себя флеймгвард. Пошла у нас привязка к камбой Змеи к пространству. Ну что, Паше лучше бы улетать. Во-первых, ракета на нём. Во-вторых, сейчас пойдёт кулдаун, если Паша поймает ракету. Ой, ракета, кстати, продамажит очень серьёзно. Третьего левела ракета, её надо разбивать. Она просто разобьёт калитку у нас, Паша. Ну, флеймгвард своё дело сделал, в принципе, не сильно. Эберспирита продамажила практически никак. Ну и команда Бёрден Юнайтед за счёт того, что отогнали меймкерри, пытаются забрать Т1 по мидлейну. А здесь своя диверсионная группа. Вега Сквадрон по мидлейну Т2 забирает. И дальше идёт Бёрден Юнайтед. Некромана у нас забирают назад. Сёма за Слэйр под ракетой. Ракета Сёму должна убивать. Никак ему не спастись. Тут это факт. Всё, минус Дезраптор. 7-11 становится счёт. За Дезраптора немного совсем заработали голды. Тоже немного экспириенса. Ловят у нас Пашу. У Паши есть ремнант. Паша, конечно, играется с судьбой постоянно. Но, с другой стороны, как ещё действовать Эмберспириту? А я вам скажу, как действовать Эмберспириту. Эмберспириту надо идти отсюда к чёртовой бабушке и фармить. Фармить, фармить, фармить. У Эмберспирита пока что только Драма Фендеранс, Фейсбутсы. Да, это немало, но где-то бы уже неплохо замаячить Баттлфьюри. Так, Брюмастера у нас ловят в собственном лесу. Так, у Брю, я так понимаю, Праймл Сплит был, но не хватало на него маны. И Ноуана отсюда улетает. У Ноуана уже есть Оркит. Да, там не только маны не было, но я думаю, что Оркит своё дело сделал. Шторм Спирит в соло забирает Брюмастера. Кстати, в концепции Шторм Спирита это было вот в стиле «Я тебя...» А нет, нет, это обратная реакция. Да, я тебя породил, я тебя и убью. Так вот, из Брюмастера у нас же вываливали Штормы в своё время. Так что здесь тут руку не тот, не на того поднял. Синг-Синг перемещается на Эншинда. По стакали ему тут, в общем-то, неплохо. У Синг-Синга точно такой же закуп и точно такая же, по-моему, ситуация, как у Эмбер Спирита, не считая появления Клеймора на Эмбер Спирите. По Нетворсу Синг-Синга 5500, Апаша 7000. Вот 5600 даже против 7000. Вот вам и Клеймор. 1400 ровно-ровно, тютелька в тютельку. Шадоу Демона в это время внизу забирает у нас НОВАН. Ну, теперь Шторм Спириту некого бояться. Перис у нас ловят. Перис в Сайленсе. Перис отъезжает в таверну. Минус 2 делает команда Вега Складрон. 850 голды, 1500 по экспириенсу. Небольшие, конечно, бонусы, но они стабильные. Они стабильные, а значит, постепенно дела команды Вега Складрон будут все лучше, а Бёрден Юнайтед все глуже будут опускаться. По экономике, по экспе, а там дальше все это в шмотке материализуется, а позже в снесенные товара. Примерно так мне видится развитие Доты. Скажу вам по секрету, не только мне. Что, забрали Роху. Айгис падает у нас для Шторма. Скорее всего, НОВАН теперь пойдет в Бладстоун. В общем-то, давление от команды Вега Складрон приличное. Они дерутся поинтересней. У них получается все получше, поэтому почему бы нет, почему бы нет. Собирай заряды, забудь вообще о недостатке маны. НОВАН может себе это позволить, тем более НОВАН. Ой-ой-ой, врыв на Пэриса, почти на фулл ману. Пэрис, скорее всего, здесь умрет. Еще один удар, Грейв на Пэриса. Пэрис выживает. Привязка пошла у нас от Паши. Тут война спиритов. Брюмастера против него и Шторм Спирит, и Паша. Паша на Эмбер Спирите. Прям действительно какой-то сумасшедшие дети напали на отца. Ну, поигрались немножко с Брюмастером. В панике, конечно, отсюда Пэрис ушел. Но, тем не менее, живым хотя бы ушел. И то неплохо. 7000 золота Вега Складрон. Экспирианс 3000 тоже для команды Вега Складрон. Они не просели по ХП ни в одном из последних файтов. У них, у всех есть ульты. Есть мана у каждого. Короче говоря, дерись не хочу. Эмбер Спирит в это время, после Клеймара, приобретает себе еще Бродсворт. Остается накопить на появление Баттл Фьюри. Ой, на появление Баттл Фьюри. На появление Баттл Фьюри, да, разумеется. Но все это благодаря Персеверансу, который у нас... Теперь, дорогие друзья, здесь находится. И для меня каждый раз шок, когда я катаю пабы и отправляю по доброй старой памяти курьера за Персеверансом в секрет-шоп. А мне говорят, нет, неправильно ты, дядя Федор, колбасу ешь. Теперь у нас Ring of Hells и Войдстоун находятся в магазине, который на базе. Ну что, игра затаилась немножко. Давайте по вещам пробежимся. Эмбер Спирит. Вы видели, в общем-то. Его не буду называть. Убримастер уже третьего левела Некра. Некрономиконы, мага промакшены. В принципе, цель достигнута. Теперь можно выходить в Даггер, в Аганим. Через... Во что угодно просто. Скорее всего, Аганим, потому что врывная комбинация здесь. Паша плюс Ноуан. Постоянно у нас врываются через все клифы куда-то ряды команды Бёрден Юнайт. Я думаю, что магу изначально надо идти в Аганим, чтобы быть на... Ой, в Даггер, чтобы быть столь мобильным, как и его тиммейты. Ну и Чен уже приобретает себе Мекку. Есть Плоинт Бустер, есть Огр Клаб. И выход от команды Вега Сквадрон на хайграунд. 22-ая минута, у Паши еще нет Баттл Фьюри, он даже просто себе мечики не принес. Куча зверей от Соло и начинается развал топ-лейна. Подходить команда Бёрден Юнайтед сейчас обязана. Просто так отдавать тавер, отдавать линию ради чего? Дальше дела будут только хуже. Ноуан забирает у нас Дазла. Дазла в таверну, линии уже нет, 22 минуты, линии нет. Ну и ждем продолжения файта. Скорее всего, будет так. Дизрапшн бросает у нас Пашу. И Паша спокойненько уходит. Ему этот дизрапшн вообще фиолетов абсолютно. И Некромана у нас ловят. И СФ в статик шторме между статик штормом и кинетик филдом. Никуда вообще не деться было здесь СФу. 22 минуты, 5 секунд. По-моему, дела у команды Бёрден Юнайтед оканчиваются. 10 тысяч Вега Сквадрон золота. Чуть меньше трех по экспириенсу. Ну, в общем-то, все великолепно для команды Вега Сквадрон. Игру надо вести к своему логическому завершению. Надо заканчивать ее, возможно, в ближайшее время. В принципе, что? Рискнет команда Вега Сквадрон. Звери есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бёрден Юнайтед. Что такое? Что с лицом, ребята? Бёрден Юнайтед решили не дожидаться. Вот этого позорного развала на 22 минуте. Понятно, что вторая линия тоже могла развалиться. Потому что никого вообще почти не потеряли. Игроки команды Вега Сквадрон при первом заходе. Ну что, Бёрден Юнайтед, мне кажется, принимают верное решение. Собрались с мыслями, пошли на следующий матч. Забыли. Как будто этого не было. Все. Так, что это за компендиумы у ребят? Ну что, у нас второй матч следующий на повестке. 22 минуты 42 секунды. Хватило Вега Сквадрон, чтобы первую катку закончить. Ну и переключаемся ко второму ответному матчу. Сэф там горюет. Вон, левый верхний угол. Прямо возле вымпела команды Бёрден Юнайтед. Просто стал на колени, облокотился на руки. Еще бы. Я бы тоже горевал. Мид провальный оказался, как и любая другая линия. Ладно, все. Анализ давайте во втором матче уже, как будет пауза, заполним его. Пока что не забывайте нажимать фоллоу на нашем канале на Твиче. Группа ВКонтакте и группа канал Ютуб. Все это под видео, под видеокартинкой. Ну что, переключает у нас только первый матч сегодняшний. У нас впереди еще много интересного. Так что после небольшой 3-4 минутной паузы возвращаемся ко второй катке. Рад вас буду слышать там. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова